Во время пандемии, когда многие люди сидят в заперти, огромное значение приобрела доставка на дом товаров и еды. Но водители, велосипедисты и курьеры, которые её осуществляют, обычно зарабатывают мало, подвергаются эксплуатации и недолюбливают своё занятие. Бывают и исключения. Бельгиец Джиль Джакман создал в 2015 году экологически чистый транспортный кооператив. «Хотя условия труда в нашем бизнесе оговариваются заранее, они абсолютно не соблюдаются. А здесь, в кооперативе, у каждого есть свой контракт, социальное обеспечение, стабильность. Каждый участвует в общем деле. Наши колёса принадлежат нам. И, конечно, экология находится в центре всего». И всё же работа в этом кооперативе низкоквалифицированная. Ему трудно конкурировать с оснащёнными электроникой и онлайн-компаниями. После вспышки коронавируса, Джакману пришлось уволить нескольких сотрудников. Но поскольку у них были контракты, заботу о них взяло на себя государство. Бывшие коллеги Франсуа Беллендже стали получать пособие по безработице. «Трудящийся должен сохранить за собой права при сокращении штатов. А мы, оставшиеся, ещё больше ценим возможность регулярно делать работу, у которой пользуются всеобщим признанием». Беллендже рассказывает, что за время пандемии их небольшому кооперативу удалось приспособиться к новым условиям, найти новых заказчиков и обслуживать их по-другому. «Начало карантина было для нас сильным ударом. Мы потеряли в конкуренции с большими профессионалами, но потом наладили доставку отдельным клиентам, учитывая конкретные потребности, а они изменили свои требования к нам». Один из таких клиентов – пивоваренный завод. Когда все бары и рестораны закрылись, ему стало некуда сбывать свою продукцию, хранилища переполнились. Но кооператив доставки помог менеджеру Самуэлю Ланги продавать пиво напрямую – семьям, небольшим коллективам и индивидуальным потребителям. «В первую волну инфекции нам удалось частично компенсировать наши потери. Они были связаны со спадом в индустрии гостеприимства. Думаю, это следствие того, что люди не сразу привыкли к самоизоляции. Но сейчас выросли продажи и заказы на крупные поставки через интернет, и мы всё равно не можем варить пиво так много, как прежде, когда оно лилось рекой на фестивалях и других мероприятиях. У нас есть надежда продержаться ещё какое-то время, но в долгосрочной перспективе – нет». Сильным ударом будет для бельгийских пивоваров, производителей других напитков и деликатесов, отмена в этом году традиционных предрождественских ярмарок. Зато возрастёт потребность в доставке всего этого к домашнему столу. Но в целом бельгийская экономика понесёт за праздники большие потери.